В Екатеринбурге в 11-м часу утра на перекрестке Щербакова-Лыжников школьница сбила школьницу машиной. Дело в том, что 19-летняя барышня учится в автошколе, а 13-летняя в общеобразовательной. Угадайте, у какой школьницы сломана нога? Декорация такая. По Щербакова, со стороны Белинского, в направлении Химаша, субботним, последним сентябрьским утром катился автомобиль. Не боевой, учебный. Рено Логан с улучшающей прибавочкой Степвей, приписанный, судя по названию, на борту к Свердловской автошколе. За рулем сидела 19-летняя курсантка, чтобы не сказать курсистка. На месте смертника 34-летний автошкольный инструктор. На перекресток с Лыжников юная автошкольница заехала на... Ну, на самом деле, непонятно, на какой сигнал светофора учебный болид заехал на перекресток, но когда он появился в кадре уличной видеокамеры, ему однозначно мигал желтый. В это время в ортогональном направлении Щербакова пересекала пешая 13-летняя девочка, которая, видимо, куда-то спешила субботним утром, потому ногу поставила на проезжую часть, когда ей еще светил красный. Очень скоро он превратился в зеленый, но если упираться в формальности, то движение девочка начала на красный. Но что хуже, она, не глядя по сторонам, ломанулась через дорогу бегом и в итоге налетела на левую бочину Логана, боковой освет мой зеркальца которого обломилась и грустно повисла на проводе, как выпавший глаз кота на глазном нерве. Торопливой девочке болидом переломила голень и юную пешеходку на скорой увезли в 9-ю детскую многопрофильную больницу. Для нее учебный процесс, видимо, на какое-то время привстал. А 19-летняя автошкольница, которую гаишники назвали виновной, видимо, несмотря на ДТП, продолжит обучение в автошколе. Но городская госавтоинспекция по мотивам всех выступлений обратилась к автоинструкторам. Прежде чем выезжать с курсантом на дорогу, убедитесь, что он полностью изучил ПДД и в реальной ситуации на трассе не растеряется. И еще. Инструктор обязан контролировать телодвижение ученика и не допускать нарушений ПДД. Призыв, безусловно, правильный. Но только практика показывает, что даже опытные пилоты временами нарушают. Что уж говорить о людях, которые, как водители, пока еще даже не родились и все еще находятся в животике мамы автошколы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...